Приветствую всех участников межрегионального сетевого партнерства. Я Скрипина Елена Александровна, заместитель заведующего детского сада номер 14 города Екатеринбурга. Наш детский сад самый молодой участник межрегионального сетевого партнерства. Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология, здоровье, безопасность. Мы вступили в проект только в июне 2020 года. Хотела бы рассказать вам о себе. Наш детский сад начал свою работу в 2012 году. В детском саду функционируют 10 общеобразовательных групп. 328 воспитанников и 40 сотрудников, из них 18 педагогов. Наш коллектив родился с нуля. За 8,5 лет мы прошли путь от полупустых групп и голой территории до статуса «Лучший детский сад 2019-2020 годов» и победителя городского конкурса «Цветущий город-2019» по оформлению территории детского сада. В апреле 2017 года я стала участником марафона «Экологическое образование в интересах устойчивого развития России», где представила опыт работы своего педагогического коллектива. В рамках семинара мы познакомились с Еленой Николаевной Дзитковской и поняли, что на экологическое образование, которым мы занимаемся уже несколько лет, надо посмотреть по-другому. Уже недостаточно организовать детей и их родителей на уборку мусора или изучение основ науки экологии. Необходимо научить их мыслить по-новому, системно. Важно осознать, что вопросы качества жизни, качества окружающей среды, социальной стабильности и мира, сохранения природного и культурного наследия неотратимо переплетены между собой. В таких обстоятельствах должна идти речь о формировании на Земле новой культуры взаимодействия людей с окружающим миром, культуры, которая обеспечивает повышение качества жизни человека в жестких рамках экологического табу. Родителям и нам, педагогам, желающим, чтобы ребенок легче социализироваться в этой жизни, нужно учить его задумываться о своих поступках с точки зрения возможных последствий. Поэтому целью нашей деятельности по экологическому образованию в интересах устойчивого развития стало формирование у детей дошкольного возраста системных представлений об окружающем мире, роли человека в нем, ценности природы и жизни на Земле во всех ее проявлениях, необходимости изменения стратегии и тактики поведения человека на планете, способов ее взаимодействия с природой. В 2019 году педагогический коллектив детского сада разработал дополнительную общеразвивающую программу «Мои экологические привычки». «Изменим себя, и тогда мы изменим мир» – основная идея программы. В направлении программы «Повышая свою экологическую грамотность, оглядываясь на свой экологический след, я за этичное современное потребление, своим творчеством приближая эко-мир». Подробно с программой можно познакомиться на сайте детского сада. Воспитанники познакомились с такими понятиями, как эко-мир, экологический след, зеленые аксиомы. Мы вносим идеи устойчивого развития в образовательный процесс. Для оценки экологического состояния района на территории, в которой находится наш детский сад, был разработан экологический паспорт территории детского сада. Выявлены источники экологической опасности, составлена карта экологических объектов, составлена картотека ближайших парков и дана оценка их экологическому состоянию. Оценка состояния территории детского сада позволила создать на территории детского сада экологическую тропу с 12 объектами. 12 объектов экологической тропы расположены по всей территории детского сада. Гостиница для насекомых, огород, альпийская горка, столовая для птиц, сад с плодовыми деревьями, сенсорная дорожка, контейнерная площадка для раздельного сбора ТБО, растения из ботанического сада, наследие Павла Петровича Бажова, искусственный даем – вот это наши объекты. По всей территории расположены экологические знаки. Все эти результаты позволили сделать вывод о возможности создания на территории детского сада модели образовательного пространства «Зеленый детский сад», которая обеспечит открытость, безопасность, жизнестойкость и экологическую устойчивость нашего детского сада, района и города Екатеринбурга в целом. А это и есть 11-я цель устойчивого развития. Вот уже 5 лет в детском саду существует экологический отряд Капитошка. Его участниками стали дети, родители, педагоги. Они проводят опытную экспериментальную деятельность, участвуют в природоохранных акциях, благоустройство территории родников, бумаги «Вторая жизнь», «Часть земли», «Дай батарейку, спаси ежика», «Елка тоже хочет жить». Благодаря работе отряда детский сад несколько лет становится победителем городских конкурсов «Родники и чистая вода России». В 2018 году детский сад стал участником городского проекта Комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга и Ботанического сада Уральского федерального университета «Сохраним природное разнообразие растений». На территории детского сада были высажены 20 разновидностей растений, занесенные в Красную книгу и Урала, и России. В рамках реализации направления экологической программы «Экологические привычки» «Этичное и современное потребление» были изучены такие темы, как «Берегите воду и чистый воздух», «Экономим электричество», «Экономим тепло». В гости к госпитанникам детского сада приходили специалисты электросетевой компании городского водоканала. Сохраняя свое культурно-экономическое наследие, дети стали участниками экскурсии в музее Екатеринбурга. Были разработаны детско-родительские проекты «Назад в прошло» или «Игры наших бабушек», «Моя родословно», «Любимые места моей семьи» – экскурсии по страницам семейного альбома. В 2018 году педагогический коллектив реализует проект «Здравствуй, музей» совместно с сотрудниками Екатеринбургского музея изобразительных искусств. В результате реализации проекта у дошкольников формируются такие качества, как бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетическое чувство к привлекательным объектам, к музейным ценностям, желание принимать участие посильно в их сохранении. А это и есть первый шаг для решения задачи минимума для перехода к устойчивому развитию, сохранения на планете существующего природного и культурного разнообразия, не допускать их сокращения. Экологизация всей деятельности детского сада позволяет работать в интересах образования для устойчивого развития, формировать экологические привычки у всех участников образовательного процесса – воспитанников, родителей, педагогов. Вся деятельность в детском саду требует размышления, понимания, целостности окружающего мира и своего места в нем. Она поможет переосмыслить уже имеющееся знание у воспитанников, перепроектировать педагогам, родителям свой образ жизни, как в детском саду, так и за его стенами. Мыслим глобально, действуем локально. Именно так можно охарактеризовать деятельность педагогического коллектива детского сада номер 14 города Екатеринбурга. Мы сотрудничаем с учреждениями науки, здравоохранения, субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными организациями и рамками в рамках реализации проекта. Нашими партнерами является Комитет по экологии и администрации города Екатеринбурга, Государственный федеральный университет, учреждение дополнительного образования «Экологический центр», городская детская больница номер 11 и многие другие общественные экологические организации города Екатеринбурга. Мы приглашаем детские сады и другие образовательные организации вступить с нами в проект «Межрегиональное сетевое партнерство. Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология, здоровье, безопасность». А с деятельностью нашей организации вы можете познакомиться на нашем сайте.